А привет вам всем с Дальнего Востока от Дима из города Владивостока. И в этом ролике я вам расскажу некоторую секретную информацию, которая касается вот таких вот современных лампочек. И хотя любая лампочка устройства достаточно простое, о некоторых секретах этих лампочек и этих устройств вам все-таки стоит знать, потому что они полезны не только в быту и хозяйстве, но еще и для безопасности вашего дома. К примеру, вы захотите заменить лампочку в вашем холодильнике или в кладовке. Что вы при этом желаете? Вы желаете, чтобы в вашем холодильнике ничего не таяло, потому как лампочка накаливания, даже самая маломощная, начинает ваш холодильник разогревать, когда вы открыли дверцу и она светится. Ну а в кладовке, а в кладовке вы хотите сэкономить электричество и вам там яркий свет не нужен. И конечно же вы будете выбирать наиболее маломощную лампочку, ну и наверное выбирать вы ее будете по этикеткам, потому как чем меньше мощность лампочки, тем меньше она по идее греется, как для холодильника, так и для кладовки. Но все ли так просто? И об этом всем я вам с цифрами и буквами покажу и расскажу прямо сейчас. Я заранее провел все эксперименты и измерения, а вам лишь покажу самые яркие моменты и интересные нюансы. Все мы прекрасно знаем, что лампочки накаливания, во-первых, потребляют много тока, а во-вторых, сильно нагреваются. Но вот какой ток потребляют лампочки накаливания, вам, наверное, все-таки интересно знать. Я вам скажу, что вот такая вот 15-ваттная лампочка накаливания, которую обычно и ставят в холодильник, потребляет тока всего лишь 65 мА. Зачем я об этом сказал? Ну, к примеру, вас не интересует нагревание вашего холодильника и вы хотите поставить такую лампочку у себя в кладовке. Но вы скажете, у нее же маленький цоколь, годится только для холодильника. Для того, чтобы поставить такую лампочку в кладовку, есть переходник. Давайте я вам его покажу. Можно, конечно, такой переходник изготовить самому из какой-нибудь старой лампочки, но можно его, конечно же, и приобрести. Но тут я не рекламу переходника вам делаю, а на самом деле показываю, что все на свете есть и все решаемо. И вот так вы захотите такую лампочку поставить в кладовку. А она будет экономичнее, чем светодиодные лампы или все-таки нет? Давайте выясним. Давайте я вам покажу, какой ток потребляет эта лампочка, хотя я уже сказал, это 65 мА. Лампочка горит достаточно тускло, хотя в кадре это все ярко. Шкала прибора у меня 150 мА. И на шкале мы видим деление. Если перевести одно в другое, то мы получим ток в 65 мА. Зачем я заостряю на этом внимание? А вот зачем? Смотрите. На некоторых светодиодных лампочках, конечно, написана их лучистая мощность. Но иногда некоторые производители не гнушаются тем, что показывают и пишут, какой ток потребляет такая лампа. Обратите внимание, что, к примеру, на этой 12-ваттной лампочке производитель указал ток. И его хорошо видно, он читается 104 мА. 104. Эта лампочка, ребята, светодиодная. Да. Светодиодная, 12-ваттная. Да, яркая считается. Она ярче по сравнению с вот этой вот лампочкой накаливания. Но тока она, судя по записи, потребляет гораздо больше, чем обыкновенная лампа накаливания. Удивительно, но факт. Но, зная этот факт, мы, наверное, должны задуматься, а какую тогда лампочку лучше нам поставить в холодильник или в кладовку? Может быть, филаментную или вот такую, достаточно популярную и объявленную надежной лампочку-экономку? Такая вот хитрая у меня тоже имеется. Цоколь у нее как раз для холодильника. Быть может, именно светодиодные лампочки так плохи. И да, действительно, некоторые светодиодные лампочки используют блоки питания, которые оказываются прожорливее, чем лампочки накаливания. Блок питания жрет гораздо больше, чем толку от вот такой вот светодиодной лампы. От такой, не именно от этой. Обычно блоки питания светодиодных ламп делаются достаточно просто. Если посмотреть, что мы имеем внутри под вот этим вот рассеивателем. Это гирлянда, по сути дела, то есть последовательно соединенные матрицы светодиодные, белого там или теплого свечения. Диодный мост и вот такой вот линейный стабилизатор тока. Самая плохая схема, кстати говоря, для светодиодных ламп. Там на обороте еще обычно имеется сглаживающий вот такой вот конденсатор. Более продвинутые лампочки, но тоже с простой схемой, и которые я в принципе люблю и обожаю, они снабжаются, кроме выпрямительного моста, вот такого сглаживающего конденсатора и резисторов, снабжаются вот такой микросхемой. Эта микросхема, хотя многие ее называют тоже линейным стабилизатором тока, это все-таки немножко другое. Это совсем другое, чем то, что нам предлагают, когда подсовывают вот такие лампы. Такие микросхемы работают гораздо лучше. Но и то, они тоже нагреваются, перегреваются, и в результате лампочка выходит из строя. Но что-то я отвлекся. На самом деле, и это, и это, это достаточно хорошо. По части экономии электричества и экономии того самого тока. Между прочим, и такой блок питания, и такой блок питания светодиодной лампы, вот такой вот обычный, гарантирует нам, ну судя по надписи производителей, что тут нет пульсации, и эти лампочки сохраняют свою яркость, то есть светятся достаточно ярко, в большом диапазоне напряжений. Но самые лучшие, конечно же, лампочки объявляются с вот такими вот блоками питания, которые очень любят защищать инженеры и дипломированные специалисты. Ах, да, вам его не видно. Давайте покажу, какой блок питания должен ставиться на настоящую крутую светодиодную лампочку. Ну, типа, ну не будем позорить производителя, который все это дело изготовил, и, честно говоря, все это дело успешно испортилось. Ну, вот такой вот блок питания с кучей конденсаторов, есть там и резисторы, конечно же, есть дроссель, есть тут и микросхемы, и выпрямительные мосты. Вот вся эта система импульсного блока питания для, ну тут вот не так уж много светодиодиков, увы, не делает гарантированно лампочку более работоспособной, но делает ее гораздо более прожорливой. Хотя в наше время в большинстве ламп ставятся именно вот такие вот простые блоки питания, и они прекрасно справляются с тем, что делает вся вот эта вот навороченная схема, все-таки попадаются и супер-пупер лампочки, они по весу даже тяжелее, потому что тут вот весить нечего, а тут весит достаточно тяжело, с импульсными блоками питания, которые имеют, не имеют преимуществ, на мой взгляд, это мое личное мнение, но имеют ряд косяков и недостатков. Ну, во-первых, такая лампочка очень сильно фонит в радиоэфир, и создает помехи, ведь в ней есть импульсный блок питания, который, честно говоря, здесь вот на выходе в сеть или входе в сеть 220 вольт ничем не зашунтирован, никаких там противонаправленных дросселей и фильтров не стоит. Зато, чтобы он не сильно гадил в эфир, я имею в виду блок питания, к нему приделаны вот такие радиаторы, которые служат еще и экраном от радиоизлучения, с которым надо бороться, и ведь производитель таких лампочек очень сильно нарушает права честных радиолюбителей, которым трудно разговаривать в эфире, когда рядом работает вот такая лампочка, потому что она создает радиопомехи. И вот этот алюминиевый корпус призван, что сделать? Он призван экранировать и заодно быть радиатором, рассеивать лишнюю тепловую мощность, чтобы вся эта схема не перегрелась, а она все-таки перегрелась и сгорела. Я скажу даже почему. Очевидно, что умные инженеры, конечно, имеют понятие о том, как распространяются радиоволны и как высокочастотные токи воздействуют на вот такие вот алюминиевые достаточно массивные радиаторы. Конечно же, знают. Конечно же, они знают, что этот алюминиевый массивный радиатор, поглощая радиоволны, возникающие вот в этом импульсном трансформаторе, начинает нагреваться из-за токов ФУКО. Да. Вместо того, чтобы просто охлаждать светодиоды, которые светятся, и саму вот эту схему вместе с микросхемой, вот эти вот штучки алюминиевые служат нагревателями, как в индукционной печке, разогреваются благодаря токам высокочастотным, излучаемым этим вот дросселем. Да, это не приводит к расплавлению алюминия, но это и не приводит к хорошему охлаждению. Вот и все, ребята. Вот такой вот импульсный блок питания, как бы его не защищали для светодиодной лампочки, которая могла бы обойтись и вот такой вот мелочью, весьма и весьма плохо. Да и конденсаторов тут больше, и они быстрее выходят из строя, из-за того же перегрева, между прочим. И если раньше я говорил, как найти хорошую лампочку с помощью радиоприемника, то я вам скажу, что, честно говоря, на то время я, может быть, и был прав, но ошибался. Так как импульсные блоки питания показали себя отнюдь не с лучшей стороны. Чем проще схема этих светодиодных ламп, тем надежнее и лучше они работают. Меньше пульсаций, дольше горение, лучше свечение. А уж перепады напряжения, честно говоря, одинаково сказываются, что на таком блоке питания, что на вот этой вот упрощенной схеме. Ничего страшного не происходит ровно до тех пор, пока не сгорит либо микросхема, либо не перегорит какой-нибудь из светодиодов в результате импульса высокочастотного, от которого не спасает ни импульсный блок питания, ни, конечно же, такая вот замечательная микросхема. Так вот теперь, если вдруг вам попалась увесистая лампочка, у меня вот эта вот увесистая лампочка, она весит гораздо больше, вот я не знаю, как там вес показать, то я сразу скажу, в ней плохой блок питания и проработает такая лампочка гораздо меньше, чем вот такая вот легенькая пустышка. Да, пустышки оказались более экономичными и лучше светящимися. Но, а что по части тока потребления? И тут, гадалки не ходи, что пустые лампочки, оказывается, потребляют тока гораздо меньше, даже меньше, чем на них написано, чем вот такие лампы. У меня есть вон целый набор этих ламп по мощности и я измерил ток на всех них, в том числе на филаментных, и вот на этих, и вот на этих. И максимальная мощность моих ламп, это вот эта как раз и оказалась, 15-ваттная лампочка, которая откушивает ток, сейчас должно появиться на экране, а я его попробую озвучить. Сейчас, где у меня в табличке? Да, 42 мА. Вот эта вот лампочка откушивает 42 мА. Светит она достаточно ярко, можно это дело показать, и я вам это покажу. Хорошее, теплое, яркое свечение, там хороший блок питания, хотя и импульсный, и вот вся шкала прибора, ну, поставил вертикально, тут уж не обижайтесь. В общем, по значениям, если горизонтально положить прибор, 42 мА отъедает лампочка мощностью 15 Вт. Помните, что я показал, какую надпись я показал на другой лампочке, которая была меньшей мощности? Как думаете, насколько сильно отличается лампочка на 15 Вт по потреблению, и лампочка на 12 Вт по потреблению? Вот сейчас 12-ваттная лампочка включена в розеточку, и мы можем наблюдать, если кто не помнит, раньше стрелочка была вот здесь, а теперь здесь. То есть 12-ваттная лампочка, как и полагается, откушивает меньше, но не намного, но все равно меньше, чем 15-ваттная. При этом эта 12-ваттная лампочка снабжена самым простым блоком питания. То есть вся та же шкала, 60 мА, и мы можем это рассчитать. Если с лампочками на 15 Вт и 12 Вт вроде бы как все логично, то есть это потребляет больше тока, это меньше тока, то сейчас я вам покажу, сколько потребляет лампочка, вот эта, на 10 Вт. Я ее поставил в прибор, включаем и смотрим. Обратите внимание на шкалу прибора, где находится стрелка. 10-ваттная лампочка потребляет ток даже немножко больше, чем 15-ваттная лампа. Пока что мои лампы расположились следующим образом. 15-ваттная, она оказалась по потреблению посередине, между 12-ваттной и 10-ваттной. А 10-ваттная оказалась с максимальным потреблением больше, чем у 15-ваттной и больше, чем у 12-ваттной. Есть у меня еще одна лампочка, восьмерочки, к сожалению, нет. Есть только восьмерка филаментная, но есть вот такая слабенькая, 6-ваттная лампочка, 6 Вт. И давайте посмотрим, какой ток будет потреблять она и поставим ее в ряд с этими лампами. Сейчас я аккуратно включаюсь и мы смотрим, на какой ток рассчитана 6-ваттная тусклая лампочка. Вот она горит, не так уж и ярко. И смотрим. Оказывается, 6-ваттная лампочка у нас в ряду сравнивается с 12-ваттной вот этой лампочкой, которая у меня, ну, вот из этих коробок взяты эти лампы. То есть, она у нас будет, конечно, лежать левее, она самая экономичная, но практически потребляет столько же, сколько и вот эта лампа. А эта лампа, насколько мы помним, она практически потребляет столько же, сколько 15-ваттная лампа. Исключение составляет лишь вот этот вот, выходящий вон из рядов, экземпляр лампочки. Давайте расположим их вот таким вот образом и сделаем некоторые неутешительные выводы. А выводы такие. Если мы хотим сэкономить электроэнергию и поставить в кладовку там или в сарай или в прихожую более тусклую лампочку в надежде сэкономить электричество, а не сделать там такое тусклое освещение, то мы, читая даташиты или описание этих лампочек, можем очень сильно ошибиться. Почему? Ну, во-первых, несмотря на то, что самая экономичная оказалась вот эта вот тусклая светодиодная лампочка на 6 Вт, с тем же успехом для экономии электричества мы могли поставить и 12-ваттную, и 15-ваттную лампочку. При этом электроэнергии мы бы потратили не намного больше. А вот комфорта, честно говоря, от более яркого освещения получили бы гораздо больше. Как мне кажется, смысл ставить вот такую лампочку в части, ну, там, где в прихожей или в коридоре для того, чтобы экономить электричество, просто нет. Ну, если кого-то в кладовке или в коридоре раздражает слишком яркий свет, то, извините, конечно, есть и вот такое решение. Но тут мы говорим не о экономии электричества. Как мы смогли убедиться экспериментально, заявленные токи, которые идут через вот эти вот устройства, свечения, не совпадают с действительностью и оказались гораздо меньше, что, в принципе, даже очень хорошо. Но есть и секретная информация, делюсь ею с вами. Говорят, что по экономичности филаментные лампы очень сильно уступают вот таким вот светодиодным по части рассеивателей. Они поглощают много света и светодиоды светят не так ярко. Здесь же светодиодные нити, хотя являются тоже светодиодами, вот, расположены в стеклянном корпусе и такие лампочки, из-за того, что блок питания у них якобы какой-то секретный, потребляют больше энергии. Так давайте сравним. У нас есть вот такая, это 8-ваттная лампочка филаментная, это вот именно из этой коробочки лампочка, и лампочка на 6 ватт. То есть, по заявленным характеристикам эта лампочка должна ярче светиться и, конечно же, потреблять больше тока. А это более быть тусклой и потреблять меньше тока. Но давайте сравним. Сравним и проверим. Итак, если вы забыли, то какой ток потребляет светодиодная маломощная лампочка 6-ваттная, я напомню. Смотрим на стрелочку. Стрелочка находится вот здесь. Сколько делений можете пересчитать. А теперь мы заменим ее на филаментную. На том же диапазоне ярко светящаяся филаментная лампочка потребляет ток, который в разы меньше, чем у заявленной мощности в 6 ватт вот такой вот светодиодной лампочки. Вывод очевиден. Свечение ярче, потому что 8 ватт, но ток потребляемый гораздо меньше. Там, где электричество стоит дешево, конечно же, такая экономия не очевидна. То есть, да, насколько я знаю, филаментные лампы пока что стоят дороже, чем вот такие светодиодные лампы. Но факт остается в том, интересный, что спрятанный вот в таком цоколе преобразователь, который питает вот эти филаментные нити, оказывается очень и очень экономичным. Мы прекрасно видели яркое свечение 8 ватт вот этой вот лампочки, но ток потребления оказался гораздо меньше, чем вот у такой 6 ватт лампы светодиодной, которая светится гораздо более тускло. Ну и, конечно же, я возьму более яркую, если цены будут примерно сравнимы. Однако, факт остается фактом, что блок питания, импульсный блок питания филаментной лампы превосходит блок питания светодиодной лампы. Что там внутри, если вам интересно, можете найти на моем канале. Ролик, по-моему, так и называется «Темная энергия». Я вскрыл цоколи даже не вот таких вот филаментных ламп, а разобрал вот такие вот филаментные лампочки, чтобы самому посмотреть и вам показать, какой блок питания в них находится. И вот нам вдруг показалось, что оказывается более продвинутые филаментные лампы более экономичные, ну и выглядят так вот красиво. Ура, ура, кричим ура! Но, не все так просто. Как и в случае со светодиодными обычными лампочками, все эти лампочки имеют разных производителей, разные схемы и, конечно же, разное потребление. Как вы думаете, насколько сильно отличается потребление 5-ваттной лампочки филаментной и 7-ваттной лампочки филаментной? Это теплого свечения, это холодного свечения? Насколько сильно, ведь они даже по виду, по форме и по размеру одинаковые, ну просто объявленная мощность немножко разнится там на две единицы. Насколько сильно они будут отличаться по потребляемому току? И чтоб нам не думать, не гадать, давайте посмотрим это прямо сейчас. Итак, лампочка 5-ваттная, теплая. Потребление теплой яркой лампочки 5-ваттной весьма такое нормальное, умеренное. Будем считать, что стрелочка стоит на черной пятерочке. Это была лампочка 5-ватт. А лампочка в 7-ватт белого свечения. Как вы думаете, насколько сильнее будет откушивать ток? Логично и удобно предположить, что если на 5-ваттной лампочке вот этой филаментной прибор показывал 5 условных единиц, ну мы так измеряем пока что условными единицами, то у 7-ваттной прибор покажет 7 условных единиц, то есть по черной шкале будет 7-очка. Что ж, давайте вкрутим эту филаментную лампу и посмотрим, какие значения тока у нас появятся. Супает момент истины и стрелочку закинула за 10 единиц. Я думаю, прекрасно видно. То есть 7-ваттная лампочка потребляет тока в 2 раза больше, чем 5-ваттная теплая. Правда, светится белым светом и нам этот свет кажется ярче, потому что камера такой свет воспринимает сильнее. И тут мы обнаруживаем абсолютно секретное и неизвестное ранее свойство лампочек одного и того же производителя, которые по мощности отличаются незначительно, но очень сильно отличаются по потреблению тока. Правда, они еще отличаются и свечением. И вот что видно, что 8-ваттная лампа, которая светит ярче, чем вот эта белая, потребляет тока меньше, чем эта белая и потребляет тока почти как 5-ваттная. То есть вот эти лампочки потребляют примерно одинаково. Больше всего потребляет вот эта 7-ваттная с белым свечением. Но эта лампочка гораздо удобнее и гораздо дешевле. Вот такие цоколи у нас стоят подороже, чем вот такие вот стандартные. А теперь я попробую вам показать сравнение яркости лампочки светодиодной на 12-ватт, которая сейчас светится, которая наиболее экономична. Вот тут у нас 15 единиц, посередине шкалы стоит стрелочка нашего прибора. И сейчас я выключу камеру, переверну лампочку на другую и горит филаментная лампочка мощностью 5 ватт. Только что светилась лампа в 12 ватт и в 5 ватт. И, конечно, потребляет такая лампочка гораздо меньше. Ну, а яркость вы, наверное, могли оценить по смене кадра. А это яркость 8-ваттной лампы, тоже с минимальным током потребления, который гораздо меньше, чем у только что горевшей светодиодной лампы. Да, конечно, не мешало бы мерить яркость каким-нибудь прибором, каким-нибудь фотометром. Но, визуально, мы видели, что лампочки 12 ватт практически сравниваются с вот этими более маломощными филаментными лампами. Радиус или как там сфера светимости у таких ламп гораздо больше. То есть, светоотдача идет во все стороны. Но это там, где нужно. Здесь же рассеиватель поглощает достаточно много лучистой энергии и светятся такие лампы. Хотя, вроде бы, на первый взгляд и более ярко, потому что сам отражатель и вот этот рассеиватель кажется нам более ярким. Но освещают более тускло. Вот эти лампы оказываются выгодными. Выгодными не только по лучшей светимости, но еще и по меньшему токопотреблению. Это такая вот реклама филаментных ламп. Но, честно говоря, в магазинах я их вижу все меньше и меньше. Может быть, их изготавливать сложнее, может там еще есть какая-то причина, но все-таки такие лампочки попадаются гораздо реже, чем вот такие. Пользоваться можно и тем и другим. Мы говорим лишь о некоторых неизвестных свойствах, которые кому-нибудь могут и пригодиться. Представляете, если где-нибудь в офисе, в котором лампочек очень много, заменить лампы вот такие светодиодные на вот такие филаментные без потери яркости освещения рабочего места можно сэкономить достаточно много электроэнергии. Мы могли видеть, что это примерно в три раза. То есть такая лампа в три раза потребляет больше тока, чем вот такие филаментные лампочки. Но у всего есть свои нюансы. Разные производители, разный свет, разный блок питания и вот такая лампа белого свечения оказывается менее экономична, чем вот эти вот лампочки, которые филаментные я вам показал с теплым свечением. Она более прожорлива и это вы уже видели. Ну и напоследок давайте посмотрим, быть может, всех уделала бы вот такая лампочка. Хотя по паспорту уделать такая лампочка никого, честно говоря, не может. Это одна из крутейших, мощнейших фирм и ее заявленная мощность потребления 9 ватт, которая равняется 45 ваттной лампочке накаливания по светимости, тоже может быть нами испытано. И давайте мы ее проверим. Включим и посмотрим. У нее есть одно довольно опасное свойство, о котором я вам прямо сейчас расскажу. Загорается такая лампочка не сразу, то есть стартуют сперва нити накаливания. Если нити накаливания в ртутной вот этой трубочке перегорят, эта лампочка тоже перегорит. Данная лампочка очень сильно сорит в эфир, а теперь обратите внимание на стрелочку. При старте такая лампа потребляет мало, но постепенно разогреваясь, ее блок питания начинает кушать все больше и больше тока. Останавливается примерно на 36 мА. Это для 9 ваттной лампочки. Кроме того, импульсный блок питания такой лампы очень сильно засоряет эфир. И несмотря на то, что это очень маломощная лампа, ее стекло именно в этом месте очень сильно разогревается. Кроме того, это реально стекло, которое разбивается, осколки могут вас поранить, а внутри содержится трубочка. Та самая светящаяся трубочка, внутри которой находится ртуть. То есть, лампа крайне небезопасна. И несмотря на малую мощность, сильно греется, и значит в холодильник ее вставлять никогда нельзя. Ну а на этом все. Пока. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.